Эксперт прокомментировал заявление Козака о переговорах с Украиной. Полночь 56.21 декабря 2019 года. РИА Новости, Владимир Остапкович, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019. РИА Новости, Владимир Остапкович. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Архивное фото. Москва, 21 декабря новости. Вице-премьера РФ Дмитрия Козака можно поздравить с прорывом на переговорах по газу с Украиной, считает доцент кафедры политической теории МГИМО, УМИД России, эксперт РСМД Кирилл Кокташ. Ранее Козак заявил, что в пятницу переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и ЕС. По его словам, транзит через Украину продолжится. До Нового года ожидается подписание нового пятилетнего контракта. Также он заявил, что стороны урегулировали все взаимные претензии между Газпромом и Нафтогазом. Между правительством Украины и Газпромом больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет. Условием взаимных отказов от исков как раз и было новое соглашение по транзиту. Если таким образом получается снять основные противоречия и во всяком случае избежать катастрофических для Украины решений, то понятно, что в этом случае Козака можно поздравить с прорывом на этих переговорах, заявил эксперт РИА Новости. Вчера, 23 часа в ЕГПО приветствовали договоры Насти России и Украины по газу.